Здравствуйте, меня зовут Безрукова Мария. Я художник-живописец и участник конкурса Golden Time. Я хочу представить вам свою серию из трех работ под названием «Воспоминания». Это реальные воспоминания одного моего дня жизни. Первая работа называется «Летнее утро», размер 100 на 70 сантиметров. Из материалов для данной работы я использую структурную пасту для выразительной передачи легкого объема, акрил и золотую поталь. Данной работой я передаю чувство чистоты, легкости и безмятежности. На холсте я изображаю траву и небо с легкой дымкой утреннего тумана. Ракурс выбран такой, как будто смотришь на мир лежа в траве и видишь как блестит еще не высохшая роса. Когда день только начинается и никуда не нужно спешить, охватывает чувство полного расслабления, граничащие с медитацией. Вторая работа называется «Единение», размер 60 на 30 сантиметров. Я также использую легкие штрихи структурной пасты, акрил и поталь. На холсте я изображаю бескрайнее поле в дневное время, когда солнце настолько яркое, что от колосков отражается свет. Вдалеке есть небольшая опушка леса, до которой я планирую идти, и идти мне полдня. Я передаю чувство беззаботности 14-летнего подростка, когда можно целый день гулять по полю и ни о чем не думать, быть наедине с собой и природой. Третья работа называется «Новая жизнь», размер 60 на 50 сантиметров. Из материалов структурная паста и акрил. По цвету картина ярче предыдущих, более грубая, напряженная, динамичная, так как суть этой работы полностью противопоставляется утру и дню. На холсте изображена ночь, дом и пламя, которое полностью охватило его и соседние постройки. Я передала это воспоминание с такого ракурса, каким я смотрела на этот момент в своей жизни. Чудом спасшись, мне ничего не оставалось, как сидеть и смотреть на свой новый будущий этап моей жизни. Этой серией я хотела показать, как события могут меняться в течение одного дня. О том, что каждый день чувства, эмоции и состояние уникальны. В своем детстве я очень хотела фотографировать разные моменты – красоту природы или просто любопытный сюжет. Но не имея фотоаппарата, я научилась делать снимки своим взглядом и сохранять их в своей памяти. Потом я научилась передавать свои чувства и эмоции данных снимков на холст. Так и родилась эта серия.